Благословен ты, Господь, наш Владыка Вселенной, избравший нас со среди народов. Благословен ты, Господь, дающий Тору. Аминь. Аминь. Недельная глава Торы называется ТОЦВ, Повели, ну то есть скажи что-то делать, да? И здесь продолжается с 25 главы, это 27-20 стих, 30 глава, 10 стих книги Шмот или Исход, где Господь дает указание, почти 15 глав о скинии, о том, как ее устроять. Друзья, выписано все с очень большой тщательностью, и мы сегодня убедимся, что каждый элементик скини, каждый элементик, он несет что-то и для нас, верующих Брид Хадаша, верующих Нового Завета. Итак, Шмот или Исход, 28 глава, с 1 по 4 стих. Ну мы будем как бы основываться на этих стихах, я буду говорить сегодня. «И возьми к себе Аарона, ну то есть повели, Бог вот повелевает, и возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона, Иннадава, Виуда, Елизара и Фомара, сынов Аароновых. Сделай священной одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которым я исполнил духа премудрости и смышления, чтобы они сделали Аарону священной одеждой для посвящения его, чтобы он был священником мне». Ремарка. Друзья, обратили внимание, да? То есть без этой священнической одежды не будет посвящения и не будет служения Богу в роли священника. То есть должны быть некие одежды, особенные одежды должны быть. Вот одежды, которые должны они сделать. На перстнике, фот, верхняя риза, хитон, стяжной кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Еще раз, чтобы быть священником, должны быть на священнике некие одежды посвящения, свидетельствующие о том, что священники, они реально служат, что они не просто самозванцы какие-то и так далее. И затем в 28 главе очень подробно рассказывается о том, а в 29-й там потом именно, собственно, жертвы приносятся за них, но я буду на 28 главе больше основываться, я буду говорить об одеждах, священнических одеждах. Вот очень подробно вся 28 глава описывает, ну, в основном одежды первосвященника. Но они вообще, когда почитаешь, это что-то с чем-то. Друзья, дизайнер какой, ну, вы же сами понимаете. И там и белый хитон, и ризы голубого цвета, а там яблоки, колокольчики, те, которые звенели, когда он святое-святых входил. И у него и фот такой там весь в золоте цветной, и кушак цветной, значит, и на перстник там 12 камней драгоценных сверкают. И там где-то на раменах, то есть, я так понимаю, на плечах тоже драгоценные камни, там все записаны имена. Ну, короче, да, кидар, то есть головной убор с золотой дощечкой, благодаря, там написано, святыне Господу, благодаря этой дощечке все приносимое, оно как бы освящалось, потому что это же люди, да, вот, друзья, это тоже намек на то, что когда мы говорим во имя Иисуса Христа, это же вот эта вот дощечка, мы же священники, да, дощечка на наших кидарах, условно говоря, ну, на наших головных уборах, то есть оно как, ну, напоминает, вот так вот скажем, да, то есть оно говорит нам. Итак, ну, священнические одежды его сыновей, они были попроще, то есть там хитон, белый хитон, кушак и повязка. Вот, белые одежды, мы о них еще будем говорить. В конце главы говорится о том, что такая конкретная одежда устав вечный, всегда, раз и навсегда, на сотни лет, для потомков, и без этой одежды, напоминаем, нельзя было приближаться к Богу, да. Ну, конечно, модники могут сказать, а что же это такое сотни лет в одной одежде, вот, друзья, ну, опять же говорю, ну, кто же дизайнер, вот, это самое, Бог уже, если уже что-то, он спроектировал, да, вот, значит, сотворил, то это лучшее, что может быть для священников. И эти священные одежды, они должны были передаваться следующим поколениям священников, они передаются. Передаются. Вот мы тоже, это тоже о чем-то говорит. Понятно, что они там изнашиваются, ну, наверное, там делались, об этом не написано в Писании, но, наверное, они делались по образцу, такому же образцу, когда они изнашивались. Но они передавались из поколения в поколение. Ну, и в конце главы написано, а если это, вот этот устав, который Бог дает о священнической одежде, он будет нарушен, то это может привести к чему? К смерти. Ну, как по мне, это, ну, говорится, такая серьезная ответственность за дресс-код такой священнический, да, вот сразу раз и все. Ну, это же тоже для нас о чем-то говорит, да, и мы посмотрим, о чем это нам говорит. И написано еще последнее наблюдение, как бы, что для славы и благолепия. То есть эти одежды, они прославляют Бога. Что если священники в этих одеждах, то они определенным образом выделяют людей и прославляют этим Бога. Ну, вообще, если мы затронули, сейчас отойдем немножко от священнических одежд, чуть-чуть затронем просто одежды, да. Ну, в Писании не так много там об одеждах говорится, но кое-что говорится, то есть достаточно, чтобы мы поняли, о чем вообще Бог, когда имеет в виду одежду, о чем Он говорит, да. Ну, например, после грехопадения Он дал Адаму и Еве одежды, да. Вот в законе Маше множество раз сказано, что, ну, как бы, одежды, они покрыли грех, то есть они связаны с грехом, мы видим, да. В законе Маше множество раз сказано, что грех человека, как бы, может перейти на его одежде, в виде, там, проказы, там, для одежды, и просто, там, даже прикоснуться, там, к мертвому надо было потом одежды эти омывать, там, и так далее. Многие грехи надо было после того, как что-то происходило, надо было одежды что сделать? Омыть одежды. Вот, то есть, это говорит о том, что есть некая связь, правильно, между внутренним состоянием, праведностью, святостью человека, некая связь, и, значит, или грешным состоянием, потому что это видно в том числе и по одежде, это тоже намек для нас. Экклезиас 9.8, как бы, Бог нам говорит через Соломона, да будут во всякое время одежды твои светлые, намек на праведность, да, не сказано белые. Ну, Господь понимает, что белая одежда, ну, потом посмотрим, это определенное, и ответственность, и определенное состояние, но светлые точно они должны быть, и да не оскудевает елей на голове твоей. И хотя одежды должны быть светлые, смотрите, что он говорит, Исайя 64.6, показывают, да, здесь все. Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканные одежды, все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, даже как ветер уносят нас. Понятно, что мы стремимся, да, мы стремимся иметь светлые одежды, мы стремимся к белым одеждам священническим, да, вот, ну, Господь говорит, к сожалению, вот констатирую факт вот так вот. Но с этим можно делать, друзья, Бог, Он всегда дает выход, даже если у нас запачканная одежда, у нас всегда есть возможность, что сделать? Омыть, друзья, всегда. Омыть одежду, Он всегда говорит, омыть можно. Бог дает эти возможности. И тогда давал, и сейчас Он дает нам такие возможности. В Новом Завете Равшауль, апостол Павел, пишет, «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужей, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, и чтобы также жены в приличном одеянии, со стыдливостью, целомудрим украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, но не многоценную одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». То есть Бог, Он говорит, что, ну, связаны, вот, ну, есть вот эта вот связанность, правильно, вот между одеждой и между внутренним положением человека. Сразу говорю, кто любит моду, ну, все нормально, друзья, мода нормальна, если она что, ну, не чрезмерно, чтобы там написано, чтобы мы, короче, ну, не стремились к тому, чтобы выпячиваться, да, ну, нормально, Бог первосвященника одел как? Круто одел, знаете, там дизайн был, я вам хочу сказать, вот. Ну, и священники даже в своей белой одежде, они выглядели прилично, все на них смотрели, говорили, ну, это хорошая одежда, вот. Поэтому есть связь, всегда помните об этом, одеваясь, вот, желая выпятить что-то там себе, там, какие-то или части тела, или показать, насколько ты привлекательна, или ты там такой крутой там в своей одежде. Всегда понимаете, что Бог смотрит на это. Написано, Он испытывает праведника, Он испытывает праведника, друзья, и в одежде ему интересно, как мы одеваемся. Но опять же, одеваться что? Нормально. У нас никто в нашей общине за длиной юбок не смотрит, да, там, макияж мы не смотрим. Мы считаем, это классно, красиво, когда сестры красивые, да, когда мужчины аккуратно причесаны, у них причесочки хорошие, ничего там не висит у него там и так далее. Все нормально, это все классно, Богу нравится, вот, когда мы хорошо одеваемся. Ну, что, нечрезмерно, не переусердствуйте. Аминь? Аминь. Вот, ну и мы говорили о белых одеждах, да, мы говорили о белых одеждах. Вот я всегда, как бы, вот, когда думал в одежде праведника, я думал, ну, это, конечно же, белые одежды, да, ну, а что же еще? Вот, ну, мы понимаем мнение о наших одеждах Господа, да, вот, а вот смотрите, вот, где белые одежды? На самом деле, вот я посмотрел Брид Хадаша, белые одежды, они всплывают только в откровении. И вот смотрите, в каком контексте. И начав речь, один из старцев спросил меня, сие облеченные в белые одежды, кто они и откуда? Ну, помните, да, из всех племен, народов перед троном Господа стояли. Откуда они пришли? Я сказал ему, ты знаешь, Господин. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они мыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнса. Аминь, друзья. Вот, то есть есть, понимаете, получить белые одежды, да, то есть действительно, это не так, это просто, ну, я имею в виду в глаза. То есть есть определенный духовный труд, есть путь, да, к белым одеждам. И Господь, Он хочет, чтобы мы имели белые одежды. Почему? Он священников одел в белые одежды, ну, тогда, вот, в скинии. И Он, наверное, хочет, чтобы мы были тоже одеты в белые одежды, раз Он нам такой образ дал, да. Вот. А мы кто? Священники. Хорошо научены. Все, это община урхомаши. Все знают, что мы священники Бога живого. Вот. И подтверждение этого мы давайте, 1 Петра 2,9. Ну, вы, род избранный. Сейчас покажу, чтобы все знали, что я же не обманываю. Царственное священство, народ святой, люди взят его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Показывает? Друзья, покажите. Ну, чтобы все же знали, о том, значит, может, кто-то и не знает, что Он царственное священство. Царственное, друзья, это не значит, что так вот ходить всем. Царственное священство, царственное священство. Нет. Это значит, что мы слуги, что мы священники царя. Вот в белой, ну, стремимся, в белой одежде, с повязочками, да, все видят. И мы посмотрим, какая одежда на нас должна быть, как видит нас Бог. Так, показали. Все убедились, да? Итак, мы священники. Раз священники, то должна быть у нас и одежда, правильно? И Брит Хадаша не может обойти, вот, то есть Новый Завет, он не может обойти этот вопрос, в какой одежде должны быть его, ну, священники, да, Нового Завета. Итак, Колоссянам, 3 глава, 12-14 стих. Видите, одежда какая, да? Милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя и прощая друг другу и так далее. Больше всего обликайтесь во что? Сейчас, дальше немножко. Немножко, немножко дальше прошу, в любовь. Вот, друзья, наша одежда, священническая одежда, которую хочет, чтобы мы были одеты. Это Божий дизайн, друзья. И этот Божий дизайн, он на что? Он на века, он на века. Как те одежды, они были на века, навсегда, они были. Такие эти одежды. Еще давайте одно место мы посмотрим, чтобы мы убедились, что это так. 1 Петра, 5-5. Это как, здесь тоже говорится о смиренномудрии, да? Это как бы, знаете, такая, ну, я так смеюсь про себя. Вторая примерка, понятно, что у Бога примерок нет, да? Вторая примерочка. Там говорилось про смиренномудрие, обликитесь, и здесь. То есть подчинение, ну, имеется в виду разумное, в тех пределах, которые в полномочиях, пастырей, служителей, вот, оно тоже говорит о том, в каких вы одеждах. Ну, еще один момент, наверное, это тоже не… Я выбрал те слова, где написано «обликитесь». «Обликитесь» – это значит «оденьтесь», да? Это на себя, вот. И вот смотрите, мы иногда думаем, что одежды наши, ну, вот они должны быть такие, ну, одежда правильника, беленькая, да, такая легенькая, весон, вот. Ну, некоторые думают, что еще и пурпур туда, вот. Ну, это они неправильно думают. Весон – это лен, да? Вот, белый, белый. Ну, смотрите, какую еще одежду видит в нас Бог. Ефесянам 6, 11, 18. Помните, да? Шестая глава, 11, 18. «Обликитесь во всеоружие Божие». Друзья, наши воины, они обликаются тоже во всеоружие, да, военное всеоружие. Но мы, как духовные люди, мы тоже несем свою ответственность, свою войну ведем. Потому что наша брань, то есть наша война, она не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей. Мы века сего против Духа Злобы Поднебесной, которые сейчас послали на нас свои войска. Они послали войска. Не сомневайтесь в этом, друзья. Потому что когда народ, я вам много раз говорил, освобождается от идолов, свою землю, даже, имея в виду, даже вот этих фамилий не остается, городов не остается переименованных. Все, как Бог сказал. И было после того, пришли ассирийцы. Вот ассирийцы современные пришли наводить здесь свой порядок. Но у них что? Не получится. Скажите это. Аминь. Так вот, у нас своя брань, и мы должны облечься в это всеоружие. Истинную, припоясавшись. Истинную, это не просто провозглашать слово. Это быть верным истине, прежде всего, друзья. Не просто говорить. Быть верным истине. Абув ноги в готовность благословать мир, щит веры, шлем спасения. Ну и молиться, это как бы все, это то, что окружает наше всеоружие, это дает успех. И молитвую, и прошение молитесь во всякое время духом. И это коротко, потому что здесь большая цитата. Вот. Но вот я завершаю уже, друзья. У меня осталась буквально минута. Смотрите. Это Римлянам 13, 12, 14. Покажут. Римлянам. 13 глава, 12, 14 стих. Ночь прошла, а день приблизился. И так отсвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни перванием и пьянством, ни сладострастью распустимого. То есть не греша, короче говоря. Но облекитесь в кого? А ну-ка, сейчас давайте посмотрим. В Господа нашего Иисуса Христа. Вот, друзья, это наша одежда. Вот, что Бог хочет видеть в нас, в священниках нового завета. В Иисуса Христа. В Его мысли. В Его чувствование. В Его праведность. То есть как поступать так, как Он поступал. Вот она, наша одежда. Друзья, и дизайнер этой одежды кто? Бог. На какое время? Навсегда. Что мы должны делать с этим? Передавать кому? Поколениям, своим детям, своим внукам. Друзья, вот эту одежду мы должны передавать.